Декабрь Миновал ровно год с нашей последней встречи, случайно ставшей доброй традицией, надеюсь, на многие годы. С волнением в груди ждал я заветной середины декабря, чтобы, проснувшись рано утром, когда весь город еще спит, испытать те же чувства, что испытывал перед долгожданным дальним путешествием годом ранее. Легкий завтрак, кружка горячего чаю, и вот я уже мчу навстречу старому другу по пустой загородной трассе, не зная, что ждет впереди и с теплотой вспоминая прошлогоднюю поездку. А вокруг все те же пейзажи, уже ставшие знакомыми и родными. Три года назад случайно забрел я в эти края. Три года назад, когда в моей семье появилось на свет маленькое чудо, как будто это было еще вчера, и, может быть, поэтому я возвращаюсь сюда вновь и вновь. Все те же пейзажи, уже ставшие знакомыми и родными, возвращают меня сегодня на три года назад. Иртыш. Снова нас разделяет молочно-белая степь, которую я готов топтать до самого побережья, лишь бы увидеть знакомые очертания береговой линии и бескрайнюю даль, за которой скрывается противоположный берег. Чувствую себя подростком, спешащим на первое свидание с любимой девчонкой. Субтитры подогнал «Симон» Наконец, долгожданный час наступил. Еще вчера нас разделял целый год, а сегодня те несколько часов, проведенные в дороге, которые, казалось, тянулись бесконечно. Стараясь не нарушить здешней тишины, аккуратно ступаю на уже успевшую набрать значительную толщину прочную корку льда. Вспоминаю, как пару лет назад впервые услышал, как трещит лед под ногами, оглушая кругу непривычным уху звуком. Вспоминаю, как испугался такому неожиданному приветствию. Это сегодня, сейчас, я уже знаю, что таким образом скованная река разговаривает со мной, приветствует после долгой разлуки, торопясь рассказать все, что видела за прошедший год. Собеседников здесь нет, кругом безмятежность, тишина и спокойствие, лишь изредка нарушаемые громким тарахтением стареньких снегоходов с местными рыбаками, спешащими за очередным уловом. А потом все стихает вновь, лишь ветер, гуляя по берегу, иногда кружит вокруг тебя, будто бы пытаясь подхватить за руки и проводить во свояси. Но даже когда стихает и он, никак не удается настроиться на местную волну. В ушах слышен какой-то непрекращающийся звон вследствие шумового загрязнения больших городов. Прибрежной тишиной сполна могут насладиться, наверное, лишь обитатели здешних мест. Вот только при виде постороннего человека, которого несложно отличить от местных рыбаков, да и вообще от местных, обитатели эти куда-то попрятались. Но сдаёт их присутствие звонкий переклич среди веток старых деревьев, изредка растущих вдоль береговой линии, да, пожалуй, следы мышкования рыжей лисицы, наверняка наблюдающей сейчас за мной издалека. Это обманчивое впечатление, что вокруг никого. Людей здесь действительно нет, но кое-кто пристально следит за каждым моим шагом и действием, провожая долгим прицельным взглядом. Хотя по меркам человеческой жизни, совсем недавно вдоль Иртыша были разбросаны десятки подсобных хозяйств, а сама река тонкими протоками вилась вокруг многочисленных островов с причудливыми и смешными названиями, которые после строительства расположенной ниже по течению гидроэлектростанций оказались под водой. Субтитры создавал DimaTorzok И вновь время играет против нас. Перевалив далеко заполнень, неспешно приближает оно момент очередной долгой разлуки. Но какая встреча двух старых друзей может пройти без посиделок за праздничным столом? Развернув полевую кухню, приступаю к приготовлению немудреного блюда. Поскольку тематика пребывания в этом месте отчасти речная, то в голову пришла мысль приготовить макароны по-флотски. Естественно, не без элементов импровизации в плане выбора ингредиентов. Тепло от газовой плитки из окипающего котелка с водой приятно согревают замерзшие и обветренные руки, а тянущиеся минуты приготовления пищи разогревают изнутри предвкушением простого и незатейливого блюда. За дружескими посиделками за праздничным столом время разогнало стрелки часов до совсем немыслимой скорости. Солнце, еще не так давно выглядывавшее сквозь временами набегающие облака, укатилось куда-то вниз по течению реки, временами вспыхивая рыжим заревом приближающегося заката. Стало заметно холоднее, но холод в этих местах чувствуется совершенно иначе. Если в лесу стоит опасаться сильного мороза, который, как говорят, кусает в нос, то здесь даже небольшого минуса достаточно для того, чтобы замерзнуть. А всему виной пронизывающая потяга ветра, который, несмотря на вставший лед, по привычке продолжает гулять вдоль русла реки, иногда выскакивая на берег и наводя там свои порядки. Как бы то ни было, но здесь я забываю обо всех каверзах природы, будь то мороз, ветер, а то и все вместе взятое. При виде величия и сурового нрава иртыша непогода отходит на второй план. Все внимание привлекает лишь он. Весной и осенью суровый и непокорный, жарким летом гостеприимный и прохладный, а зимой в миру молчаливый и спокойный. Но молчаливый не по своей воле. Когда-то я сравнил его с диким зверем, посаженным на привязи в клетку. До сих пор это сравнение не утратило своей актуальности. Только сегодня к вышесказанному можно добавить следы борьбы неподвластного зверя со своими недоброжелателями. Следы эти вокруг повсюду, выкорчеванные с корнем деревья, подмытый осыпавшийся берег. Порой рисуешь в своем воображении удивительные сюжеты борьбы воды и песка, дирижером в которой выступает ветер. Вот она, эта граница, очерченная в ходе долгого выяснения отношений. Сейчас она кажется четко очерченной и сформированной много лет назад. Но на самом деле уже ближайшей весной здесь вновь вспыхнут ожесточенные бои за право занимать большую территорию. Субтитры создавал DimaTorzok как бы я не пытался оттягивать момент расставания, он все же наступил. Долгожданная встреча пролетела словно один миг. Тем не менее, я очень рад тому, что она состоялась, несмотря ни на что. Несмотря на то, что мир стал жить по новым правилам, а люди стали немного другими. При всем при этом, что-то в этом мире всегда остается неизменным. И сегодня я в этом убедился. Прикоснувшись к толстому панцирю старого друга, я будто бы перенесся на три года назад, когда в моей жизни появилось маленькое чудо. Как сейчас помню тот момент. Помню, как в первый раз, стоя здесь, на бескрайнем извилистом берегу Иртыша, пообещал, что когда-нибудь обязательно приеду сюда не один, чтобы познакомить дорогих моему сердцу людей с диким, но добрым зверем, который своим случайным появлением связал в памяти важный момент в моей жизни. Пока же не прощаюсь, а говорю до свидания, начиная обратный отсчет до новой встречи. Встреча, которая началась со случайной поездки, ставшей доброй традицией, надеюсь, на многие годы. Субтитры создавал DimaTorzok